Христос воскресе! Скажите, пожалуйста, Ваше Святейшество, как объяснить людям, далеким от религии, почему сам факт воскресения Христова дает нам надежду на всеобщее воскресение? Разве с точки зрения логики это вытекает одно из другого? Или здесь важна только вера, а логика ни при чем? Из письма Артемия Алексеева, Москва. Спасибо вам, Артемий, за это очень важное наблюдение, которое вы сделали относительно евангельского текста и которым вы с нами поделились. Строго говоря, логика, конечно, присутствует. Но любой критический наблюдатель или тот, кто критически читает текст Священного Писания, может сказать, а меня эта логика не убеждает. Ну, например, ну, допустим, воскрес Христос, а я-то тут при чем? Разве после воскресения Христа были массовые воскресения людей? Вот если бы так, то тогда мы поняли бы слова Писания, что он первенец из умерших, кто воскрес. А в нашем опыте нет воскресения. Вот, собственно говоря, такого рода логика и лежит в основе отрицания, как значения воскресения для людей, так и самого факта воскресения. То есть в основе отрицания христианства. Постараюсь в меру сил своих и в это короткое время, отведенное рамками передачи, ответить на ваш вопрос. А что происходит с человеком после смерти? Он умирает. И мы все верим в бессмертие души. Так может быть, этого и достаточно? Может быть, это и есть воскресение? Умер человек, тело его разложилось, распалось, а дух жив. А чего еще-то надо? Правда, многие люди, скептически относящиеся к вере и к христианству, отрицают и бессмертие души. Но это уже другая тема. И о ней, может быть, как-то в другое время поговорим. А вот после смерти дух живет. Так это же и есть воскресение. О каком еще воскресении может идти речь? И какое имеет отношение вот к этой постановке вопроса факт воскресения Спасителя? Христос воскрес и явился своим ученикам. Явился в теле. Он вкушал с ними пищу. Он с ними общался. Он учил их тайным Царствия Небесного. Когда ученики думали, что это дух, он сказал, дух плоти и кости не имеет. А вы возьмите мою руку, осижите язвы от гвоздей и будьте не неверны, но верны. Значит, речь шла о том, что Христос явился в мир в своем теле. Произошло реальное воскресение. Воскресение физического тела. А что же это было за тело? С одной стороны, он вкушал пищу. С этой же стороны, его можно было потрогать, осизать его раны. Но с другой стороны, он становился невидимым. Он проходил через стены. Он был вне пространства. Он мог быть в Галилее и в Иерусалиме. Это, конечно, было другое тело. Когда произошло вознесение, то радостные, конечно, апостолы, пораженные событием вознесения, стояли на Леонской горе и смотрели, смотрели в небо. И явились им мужи, ангелы, которые сказали, что вы здесь стоите и смотрите? В одной этой фразе содержится очень многое. Такой слегка иронический вопрос. Ну что вы стоите и смотрите? Вот Иисус, вознесшийся от вас на небо, таким же образом явится вам. И этих слов было достаточно для того, чтобы апостолы с радостью пошли в Иерусалим, славя Бога и вступая на путь великой проповеди свидетельства о воскресении. Какое же имеет отношение воскресение Спасителя к нам? Да прямое, как говорит апостол Павел, он первенец из умерших, кто явил нам новое небо и новую землю, новую природу в своей воскресшей личности. И помнить мы должны, что воскресение – это не просто жизнь нашего духа после смерти. воскресение – это новое небо и новая земля. Это снова жизнь в теле. И Господь Иисус Христос явил нам эту реальность. И мы знаем, что каждый из нас через воскресение входит в эту реальность, потому что она – это реальность. Выше всяких сомнений, выше всяких ироний, выше всякого отрицания. Новое небо и новая земля, и новое тело. И вера в воскресение человека с душой и с телом открывает захватывающую перспективу будущего. Ведь никто не может понять, что такое рай, что такое ад. Для некоторых вообще это какая-то темная вода во облацах. Да для большинства людей. Или мы свои какие-то собственные представления, как это свойственно человеку, переносим на реальность, с которой не имеем никакого опытного контакта. Мы не знаем, что это такое. Но факт воскресения Христа во плоти дает нам параметры этого нового неба и новой земли. Это не абсолютная духовная инстанция. Это некая в том числе и материальная инстанция. Это новая жизнь, у которой не будет конца. Но мы-то в этом новом теле будем теми же самыми. Наш дух – это как некая субстанция, соединяющая земную жизнь, земное наше «я» с тем будущим «я». Не другой человек – тот же самый человек. В этом тайна бытия, которая не открыта нам в полной мере. Мы можем судить об этом гадательно, как говорит апостол Павел. Но воскресение Спасителя дает нам уже не гадательную картину, а реальную картину. Реальную картину будущей жизни, где каждый человек продолжит развивать свои способности, возможности. Он будет творить, будет жить, будет иметь любовь в сердце и радость, потому что рядом с ним будет источник любви и радости сам Бог. Вот почему апостолы с радостью пошли в Иерусалим, воспевая и хваля Бога. Вот почему с таким мужеством они вступили на путь проповеди, потому что перспектива этой вечной жизни с Богом в воскресшем теле закрывала перед ними всякий страх и убирала всякую опасность. И ведь все они, кроме Иоанна Богослова, все принесли себя в жертву Богу через мученическую кончину. И как напряженно в первые столетия христианства было это ожидание скорого пришествия Спасителя, потому что люди думали, что все это должно произойти вот-вот. Сегодня мы понимаем не вот-вот, но что означает для Бога время? Один день, как тысяча дней, и тысяча лет, как один день. Мы все живем в этой эсхатологической перспективе, поэтому и Пасха Христова есть эсхатологический праздник. Она открывает нам славу Божию и славу вечной жизни. Через воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. И вот еще один вопрос, который связан с предыдущим. Ваше Святейшество в Евангелии от Матфея рассказывается, как враг рода человеческого искушал Спасителя, предлагая ему власть над всем миром. Само собой разумелось, что этот мир принадлежит ему, то есть сатане. И ведь это продолжается до сих пор. Говорят, что только в пасхальную ночь эта сатанинская власть над миром может быть ослаблена. Так ли это на самом деле? Из письма Елены Семеновны Кругловой «Город Новороссийск». Нет, не так, Елена Семеновна. Совсем иначе все. Дьявол действительно искушал Спасителя и говорил, поклонись мне и дам тебе все царства мира, то есть дам тебе власть над тем, что мне принадлежит. Врал ли сатана? Некоторые отцы говорят, что он врал. Но разве можно было вврать Господу, который все знал на самом деле? А Господь не опроверг этого заявления. Он не сказал, ну что ты обманываешь, тебе не принадлежат эти царства мира. Значит, Господь допускал власть над миром сатаны. Собственно говоря, эта власть и довела ведь его до креста. Не было бы власти сатаны над миром, не было бы крестной жертвы, не было бы голгофы, не было бы явлено эта страшная несправедливость. А что происходит после воскресения? Последние слова. Спаситель, обращенный к ученикам и ко всем нам. Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы. Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая их всему тому, чему Я научил вас. Совершенно другие слова. Христос победил дьявола. А значит, не существует непреодолимого влечения этого мира к миру зла. Нету тотального господства дьявола над миром. Он борется, он пытается расширить пространство своей власти, в том числе за счет нас. Потому что каждый встающий на сторону дьявола становится частью этого дьявольского мира. Но Христу принадлежит власть над этим миром. И это открывает возможность каждому из нас быть вместе со Христом, расширяя и укрепляя Царство Света, несмотря на присутствие тьмы в этом физическом и историческом мире. Христос воскресе! Христос воскресе!